МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Каждый день вечера и утра репортер 73 расскажет о значимых событиях из жизни нашего региона. Реальность сама складывает картину дня. В студии Вера Мещерякова. Смотрите сегодня в программе. Декабрьские ручьи. Давайте я... Вот так вот давайте с вами. Мы здесь никогда не ходили. Так, ну давайте, опирайтесь на нас и поднимайтесь. Предновогодняя пара преподнесла погодный сюрприз. Возможности Кобальта. Этот станок собран полностью из российских комплектующих. Кобальт Т2, первый в серии. В 2024 году появятся его младшие братья. А этого станка к этому моменту произведут уже 40 штук. В Ульяновске презентовали первый российский станок Т2. Для качественной помощи. Очень хочется сказать, что красиво, хорошо. И что медицина развивается, что дошла до нас. Пусть она еще дальше развивается. И ремонт продолжается. Все очень красиво, хорошо. Регион продолжает модернизировать поликлиники. Вышли в плюс, идем на рекорд. Это свойственно финалу рабочей недели. Однако эта пятидневка отмечена высокими градусами с самого начала. С понедельника ниже нуля не опускалась. А в 21 декабря в четверг региональный температурный показатель достиг абсолютного своего значения. По югу области зафиксировано плюс 5 градусов. Как Ульяновск выживает, а может выплывает, выясняла Татьяна Домоданова. Уличные температуры пока не падают. В отличие от снега с крыш и людей на улицах. Давайте я вам помогу. Случайно, мы здесь никогда не ходили, случайно зашли. Так, ну давайте, опирайтесь на нас и поднимайтесь. Специализированные медучреждения поднимают плюсовую, позитивную статистику. Случаев обморожений, что логично, не зафиксировано. А падение хоть и есть, но в щадящем для медиков режиме. В среднем обращении суточное у нас составляло порядка 90 первичных обращений. На сегодняшний день в среднем показатель 50-60 человек. Однако каждый конкретный случай иногда влечет за собой побочку в виде образующегося дефицита кадров. Недавно была такая ситуация, что сотрудник шел на работу, подскользнулась, упала на руку. Мы сделали ей снимок и там выявили перелом руки. Поэтому она у нас на данный момент на больничном. Чтобы не уйти на больничные, жители региона передвигаются пешим курсом «не упади». Кто как может, лишь бы не в лужу, именуя налить. Некоторые в качестве балансира используют тяжелые сумки, а другие ставят ноги елочкой. Пятки вместе, носки в розь. Но независимо от избранного типа передвижения, характер претензий, он общий. Дворники сами, вот они из ЖЭКа, они чистят хорошо, а вот трактором вообще не чистят. Это полное безобразие. Скользко и лужи тут. И через дорогу пройти тоже самое надо выбирать, где поглубже, где помельче. Есть, впрочем, особые, особо уверенные. Те, которые сложности не замечают, про дороги говорят. Хорошие дороги, хорошие. Хорошие? Очень хорошие. Серьезно? Или вы с юмором так? Или реально хорошо? Слышком выду, не свтыкаюсь. А то, что вот сбоку, сбоку? А это я не замечаю. Не замечают многие и усилий коммунальщиков, а те, в свою очередь, красноречиво повествуют о круглосуточном режиме и неустанных энерго-технических затратах. То, что не убрали в виде снега, теперь принимают такими вот специализированными дорожными решетками. У нас, получается, второй раз за период работы, в прошлом году были ледяные дожди, и вот в этом году. Как говорится, людей и техник всегда не хватает, но мы работаем, стараемся. В трудах многие. Рыбаки увлеченно тянут рыбу, забывая о перспективах поплыть. А на твердой, пусть и мокрой земле рабочие возводят главный символ предстоящих торжеств. Создают настроение, которое, как известно, должно зависеть не от градусов, а от настроя. Кто-то и настраивается на позитив, но больше тех, кого то ли весна, а то ли осень не устраивает. Говорят, ворона, что ли, такую нетипичную погоду накаркала. Сегодня на улице максимально плюс 4 градуса, и завтра столько же. А в выходные запланирован легкий минус, если верить прогнозам. Ну а к Новому году метеорологи предрекают аж минус 16. Вот такие температурные качели, с которых хочется слезть и махнуть, к примеру, в Сочи. Полететь в Сочи, почему бы и нет. Там сегодня, опять же, если верить всем прогнозам, аж плюс 13 градусов, и некоторые люди даже вышли на пляж. Валентина Абрамова вышла на Ульяновскую улицу, но не одна, а с подстраховкой. За вами бежали специально. У вас такие классные приспособления. Действительно помогают не падать? Скажите, пожалуйста. Ну вы как думаете? Вот смотрите, палки для скандинавской ходьбы. Легко трансформировались в антитравматические. Народный лайфхак. Вот вы идете. Так. А это у вас палочки в руках. Только всего. Ничего нового. Вот. Молодец. Обучаемый. Идем с понедельника, чтобы к четвергу выйти в абсолютно непревзойденный для Ульяновской области плюс. Сегодня может даже быть перекрыт абсолютный максимум температуры, потому что по югу области уже наблюдается плюс 5 градусов в данный момент. Абсолютный максимум наблюдался в 2015 году в ульяновской области. Истолиал плюс 3,4. Татьяна Домоданова и Максим Архипов. Репортер 73. Первый шаг к производству собственного механообрабатывающего оборудования сделан в Ульяновске. На одном из заводов представили первый рабочий образец обрабатывающего центра с ЧПУ «Кобальт-Т2». О потребностях в нем, отечественной промышленности, производственных возможностях предприятия и перспективе расширения модельного ряда выпускаемого оборудования расскажет Евгений Луковкин. Жмем на кнопку «Запускаем производство собственных станков». Большой шаг для ульяновского предприятия и такой же большой шаг для всего станкостроения России. В условиях санкционного давления мы доказали свою состоятельность и самостоятельность. «Я нисколько не сомневаюсь, что наш регион вернет себе заслуженное звание центра отечественного машины и станкостроения. У нас для этого есть все. Есть кадры, есть необходимые мощности, есть оборудование». «Кобальт-Т2» внешне похож и на китайские станки, и на японские. Лишь потому, что все они сделаны для выполнения конкретных задач, а значит конструктивно схожи. В остальном же… «Его преимущество, во-первых, в том, что это машина собственной разработки, разработана командой опытных специалистов, которые работают в Ульяновске, которые имеют опыт станкостроения большой, и на основании этого мы уверены, что данная конструкция будет пользоваться популярностью, благодаря ее широким техническим возможностям, удобствам управления, точностным характеристикам». В первом полугодии 2024 года станок получит статус российской продукции в соответствии с требованиями 719-го постановления правительства. А с третьего квартала Нового года начнется его серийное производство. «Этот станок собран полностью из российских комплектующих. Кобальт-Т2 первый в серии. В 2024 году появятся его младшие братья, а этого станка к этому моменту произведут уже 40 штук». «Кобальт-М10» и «Кобальт-А5» вместе с «Кобальт-Т2» можно будет использовать в автомобиле и приборостроении, авиационной и медицинской промышленности, на предприятиях, изготавливающих оборудование для пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, а также для нефтегазовой отрасли. «Я бы сказал, что это не старшие и не младшие братья, это практически братья одногодки. С точки зрения технических характеристик это просто другого класса станки. Это токарный станок, также будет вертикальный трехкогнатный фрезерный станок, и также будет вертикальный фрезерный станок пятиосевого исполнения». В следующем году предприятие планирует в два раза увеличить свои производственные площади до 4000 квадратных метров. Сегодня в Ульяновском филиале работают 130 человек, в том числе 14 высококвалифицированных инженеров. Коллектив компании состоит в основном из бывших работников Ульяновского станкостроительного завода. «По оценкам рынка станков с числовым программом управления, рынок вырос в 2022 году в полтора раза. По разным оценкам. Имея опыт Ульяновского станкостроительного завода, у него план выпуска станков на 2022 год составлял 450 станков с числовым программом управления в год. То есть вот эта та планка, до которой мы должны дойти в течение двух-трех лет». Обращаться за медицинской помощью рано или поздно вынужден каждый человек. Улучшить качество медицинского обслуживания помогает федеральная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». В Ульяновской области участие в ней принимают 16 многопрофильных медучреждений. О том, как национальный проект помогает сделать помощь доступнее в городской поликлинике номер 4, расскажет Екатерина Горбачева. Чудо-аппарат «Ренекс РЦ» поступил в поликлинику в декабре этого года. Произведенный в России и рассчитанный на два рабочих места во время работы оказывает минимальную учевую нагрузку. «В сравнении с аналоговым старым аппаратом не требует, во-первых, проявления снимков. Он является цифровым, и снимки идут сразу на экран монитора врача и лаборанта. То есть мы снимки видим уже вживую, время не тратится на проявления. Снимки мы можем потом архивировать в ПАК-систему. Данные снимки могут смотреть по региону, другие лечебные учреждения». Аппарат позволяет сократить время проведения процедуры и улучшить качество оказания услуг. Оборудование работает на выявление ортопедической, легочной, онкологической и травматологической патологий. Положительные отзывы дают не только врачи, но и сами пациенты. «Очень хочется сказать, что красиво, хорошо, что медицина развивается, что дошла до нас. Пусть она еще дальше развивается, и ремонт продолжается. Все очень красиво, хорошо». По профильному национальному проекту в поликлинике уже второй год также проводятся ремонтные работы. Сделать это было необходимо, ведь кабинеты здесь не обновляли давно. «У нас отремонтирован первый этаж отделения медицинской профилактики, полностью отремонтировано. Второй этаж отремонтирован полностью, диагностические отделения части. Это отделение эндоскопии, отделение функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики. Они тоже отремонтированы, и уже доктора ведут прием отремонтированных комфортных условиях». Отделочные работы сейчас проводят на третьем этаже. Здесь будут размещаться хирургическая и урологическая службы. Для их работы уже закупили все медицинское оборудование. Ремонт планируют закончить в начале 2024 года. После этого обновят четвертый этаж. Екатерина Горбачева, Павел Асланиди, репортер 73. Итоги года. Региональный телеканал «Репортер 73» подводит вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. 2023-й. Цифры, факты, достижения региона и планы. Расскажем. В регионе живут более 15 тысяч многодетных семей. 276 центров активного долголетия охватывают более 20 тысяч человек. Зафиксирован небольшой, но все же рост рождаемости. 22 региональные поликлиники капитально отремонтируют. Достроят детский инфекционный корпус областной больницы и начнут объект поликлиники в Засвияжье. А еще вы узнаете, почему спорт – норма жизни и как каждый второй ульяновец выбрал для себя физкультуру. Что, кроме ремонта в ДК и модельных библиотек, несет в села и города нацпроект «Культура»? Защитим детей? Или сколько понадобится средств для оснащения учреждений образования системами безопасности? Экономика перешагивает кризис, растет за счет обрабатывающего производства, увеличивает объемы. Эффект от этой динамики должна почувствовать каждая ульяновская семья. Развитие территории невозможно без дорог, водного и авиасообщения. И почему всем этим будет заниматься не только внутренний туризм? Смотрите большое интервью губернатора Ульяновской области Алексея Русских в понедельник и среду на региональном телеканале «Репортер 73» и ОТР. Подводим итоги года вместе. Ульяновская ПАЭС вошла в тройку самых инвестиционно привлекательных особых экономических зон по стране. В рейтинге участвовали 32 зоны из 26 регионов. На сегодняшний день на территории ПАЭС работает 53 предприятия резидента. 9 новых разместились в этом году. Общий объем инвестиций – более 17 миллиардов рублей. Создано свыше 1200 рабочих мест. Отмечается, особые экономические зоны получают полный пакет мер поддержки. Компании обретают статус резидента по ускоренной схеме. От бизнеса требуется ответственное отношение. Достижение всех обозначенных планов. Далее коротко другие интересные новости региона. Всей семьей к этому всероссийскому проекту присоединился наш регион. Программа приурочена к тематическому году семьи и предполагает комплекс культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, нацеленных на пропаганду традиционных семейных ценностей. По словам министра просвещения Ульяновской области Натальи Семеновой, в регионе состоится конкурс, по итогам которого выберут самые спортивную, креативную и увлеченную семьи. Участникам предстоит выполнять несложные задания. Например, всей семьей нарядить елку или заняться спортом. И выложить фотоотчет в социальных сетях. Наградят победителей на Большом фестивале. Подробную информацию о проекте можно будет узнать на официальном сайте всесемьей.рф. Спорт в каждый двор. 17 ульяновских территориальных общественных самоуправлений получили субсидии из городского бюджета. В течение следующего года ТОСам предстоит на своих территориях организовать и провести массовые физкультурно-спортивные события. Соревнования в дворовых дисциплинах, занятия на свежем воздухе. Поддержка предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. В новогодние праздники управляющие компании планируют привлечь к содержанию придомовых территорий 329 единиц техники. Заключены и договоры на задействование дополнительных сил в случае обильных снегопадов. К работе готовы полторы тысячи творников Ульяновска и Димитровграда. Для обращения жителей по качеству уборки снега будет организована горячая линия плюс семь девять три семь ноль три три девять восемь семь четыре. Кроме того, во время каникул продолжит работу аварийно-диспетчерская служба. Для обеспечения пожарной безопасности специалисты обследуют подвалы и чердаки домов в наличии замков. Собственникам напомнят правила обращения с пожарной пиротехникой. 20 декабря в полицию Засвиярского района обратилась 86-летняя жительница Ульяновска. Она сообщила, что накануне ей позвонил по телефону незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и обманным путем заставил перевести все сбережения. Всего около полумиллиона рублей. Случай шаблонный. Ежедневно жертвами мошенников становятся десятки и даже сотни россиян. Противостоять обману бывает трудно. О необходимости сохранять бдительность прихожанам напомнили священнослужители Ульяновской области. Многие делают добрые дела. И жертвуют, и последние даже отдают, и на СВО, и каким-то нуждающимся, и трудятся, и помогают, оказывают какую-то посильную помощь. Значит, и своими трудами, и так далее. Но есть такие люди, которые, наоборот, всяческими путями хотят добыть богатство, хотят даже, приступая к закону, приступая к морали, духовности, нравственности, хотят наживиться. Газовщики, электрики, банковские служащие, работники прокуратуры и следственного комитета, попавшие в аварию родственники. Желающие нажиться на ближнем могут принимать разные личины, но суть одна. Называют таких людей просто мошенники. То есть те, кто для хищения чужого имущества злоупотребляет доверием. Новые схемы для противоправных деяний изобретают постоянно. Предела человеческому цинизму нет. Звонки, СМС-рассылки, фейковые интернет-магазины, фишинговые ссылки, скимминг и шимминг. Суть всего богатого разнообразия методов сводится к одному. Мошенник старается завладеть личной информацией и получить доступ к банковской карте и сбережениям. Чаще всего жертвами становятся социально незащищенные группы людей. Те, кому некуда обратиться за советом. Это старики, это одинокие, это малоимущие, это люди доверчивые, которым буквально на улице подходят и рассказывают такие небылицы. Но люди слушают, люди верят, а еще работает и психология человеческая. Помните, как в прошлый раз рассказывал, говорят очень быстро, тараторят, чтобы запутать человека. Друзья, будем бдительны. Чем чаще мы напоминаем, тем чаще люди задумываются о том, кто им звонит, с какими целями звонят. Конечно же, всех случаев не удается предотвратить, но дай бог, чтобы хотя бы какой-то малый процент, те, кто мог быть обманут этими мошенниками, конечно же, избежали этой напасти и беды. Помоги нам, Господи, чтобы действительно эта работа и впредь продолжалась, и имела благоприятное воздействие на людей. В полиции напоминают, что любая просьба о переводе денежных средств должна насторожить и вызвать опасения. Любое сообщение от неизвестного или бездоказательно выдающего себя за кого-либо человека стать поводом задуматься и попросить совета у близкого человека. А самый главный совет во всех ситуациях – не действовать на эмоциях, не принимать необдуманных решений, ведь именно этого и пытаются добиться те, кто хочет завладеть вашими деньгами. Взаимодействие правоохранительных органов и представительств религиозных конфессий области – вещь, разумеется, вынужденная, но необходимая в столь непростое время. Любая возможность защитить людей должна быть использована. Будущим поколением о героях настоящего 21 декабря мемориальную доску в память о выпускнике Александре Быкове, погибшем при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, торжественно открыли на фасаде 2-й Ульяновской гимназии. На церемонии присутствовала наша съемочная группа. Сегодня мы отдаем честь герою, который ходил по коридорам этой школы, который сидел за теми столами и партами. И вы, ребята, особенно обращаясь к вам, должны помнить, что сцена вашего учебного заведения, вашего гимназия, и через такие герои, которые были простыми ребятами. Но когда пришел приказ, когда Родина позвала их выполнить свой воинский долг, они пошли и с честью вы его выполнили. Родился в семье офицера, закончил Ульяновский государственный университет, выбрал для себя специальность спасателя и работал в МЧС. События прошлого года не оставили Александра равнодушным. Он принял решение участвовать в специальной военной операции и отправился добровольцем. 22 августа прошлого года погиб в боях под городом Артемовском. При жизни удостоен медали за отвагу и ордена мужества посмертно. Он всю жизнь мечтал быть военным, и он закончил наш Ульгу-МЧСник. Друзья погибли в Гастомеле. И в одночасье у него был решен вопрос, куда пойти и зачем пойти. Вопросов тут не было. И он там служил врачом. То есть он спасал и себя, и других людей. И прекрасно помню Сашу. Очень добрый, отзывчивый, искренний, открытый, бесхитростный. Хочется всегда говорить об этом человеке. Только вот так о живом. Такой не предаст, не подведет и не спрячется за спину других. 20 декабря во Дворце Творчества состоялась торжественная церемония награждения детских театральных коллективов образовательных учреждений области. Победители и призеров региональных этапов всероссийских конкурсов и фестивалей 2023 года наградили дипломами Министерства просвещения Ульяновской области. Об успехах юных театралов расскажем далее. Большие итоги малых коллективов. Уходящий год в жизни школьных театров Ульяновска и области выдался насыщенным. На сцене Дворца творчества детей и молодежи одновременно лауреаты, финалисты и призеры сразу четырех детских театральных конкурсов и фестивалей. Проигравших нет. Сегодня подводятся итоги четырех конкурсов и даже объявится еще, будет объявлен еще один образцовый коллектив, что для нас тоже очень важно. Вообще творчество, во Дворце творчества, это то самое, ради чего вообще вы сюда приходите. И очень важно, что каждый из вас здесь находит свое интересное дело. Диплом победителя и переходящий кубок ассамблеи образцовых детских коллективов Ульяновской области получила труппа Чердоклинского центра дополнительного образования «Театра 3Н» под руководством Натальи Шубиной. Самым ожидаемым среди участников и зрителей стало награждение финалистов фестиваля «Театральное при Волжье». В этом году региональный этап собрал рекордное количество заявок. 44 коллектива, почти 50 спектаклей и постановок, порядка 600 участников. Это невероятный охват для Ульяновской области. Я считаю, что это наша такая большая победа совместными усилиями. Мы создаем, воссоздаем школьные театральные коллективы во всех образовательных организациях области. Этому способствует и национальный проект образования, федеральный проект успеха каждого ребенка. Лучшей в номинациях режиссерская работа и детский спектакль стала постановка «Гости из будущего». Оригинальная история в исполнении ульяновского народного коллектива «Театра студии «Диалог». Задумка спектакля пошла от нас, детей. Мы живем в социуме и нам самим надоело то, что многие дети не общаются вживую, а общаются через компьютеры, через планшеты и больше всего играют в игры. И вот как раз мы с этой задумкой подошли к нашему режиссеру и вот как раз совместно всем коллективам придумали данный сценарий в суть. Теперь постановка народного коллектива «Театра студии «Диалог» будет защищать честь Ульяновской области на следующем окружном этапе фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Антон Кузьмин, Юрий Тимонин, репортер 73. Как отмечали наступление Нового года в начале прошлого века, ответ на этот вопрос можно найти в Димитровградском краеведческом музее. Небольшая, но очень атмосферная экспозиция представит игрушки, которыми украшали елки больше столетия назад и в советский период. А еще здесь можно услышать удивительные новогодние истории. Праздник родом из прошлого в материале наших коллег с телеканала «Димград-24». Радости наши не описать. С самого утра в предрождественский день наряжали елку, а вечером ждали гостей. Чаще всего были дети соседние. Набиралось человек 15. Сначала водили хоровод, пели песни, рассказывали стишки. Потом появлялся Дед Мороз. Это воспоминания из детства коренной жительницы Меликеса Клавдии Ликинцевой. Ее бабушка и мать были знакомы с известными купцами Марковыми. Тогда, почти век назад, главным праздником считалось Рождество. Но так же, как и сейчас, главными атрибутами праздника были елка, Дед Мороз и, конечно же, новогодние игрушки. Красивые стеклянные, сохранившие теплоту того времени, они представлены на новой витрине краеведческого музея. Это игрушки советских времен, открытки и все то, что может помочь окунуться в атмосферу тех далеких лет, когда украшения для дома делали сами. Ближе к Новому году в уголку какого-нибудь магазина появлялись вот эти отделы с продаваемыми игрушками. Но не все могли себе позволить купить готовую игрушку. А вот делать ее своими руками – это дети во многих семьях, в бедных семьях, до революции этим занимались. Это сейчас стала традицией отслеживать символы года по китайскому календарю. Раньше Новый год – это фигурка Деда Мороза и Снегурочки, зайчики и мишки. Медведь у нас появился в 2023 году, в начале первого квартала. Мишка принесла этот экземпляр удивительной игрушки Марина Вадимировна. Она была в гостях у Баландины Инны Алексеевны. Игрушка эта появилась у нее от подруги Шурановой Нелли. Мишка хранился в семье с 1955 года. Сколько же ему точно лет – неизвестно. Да и не в цифрах дела, а в том, что все эти экспонаты передают тепло и уют самого сказочного праздника Нового года. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий – одной большой Родины. Этот якут получил отлик мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОН-овец Орден Мужества – за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм. Победим и терроризм. На Казанский авиационный завод требуются станочники, инженеры-технологи, обучение, жилье. Телефон 8-987-069-47-66. А где Петров? У него же инфаркт был. На пробежке. Стой! Ты, Петров? Да? Сейчас у тебя повторный инфаркт будет. Подождите. Это что? Лекарства. После инфаркта пью. Их еще бесплатно дают. Принимайте назначенные врачом лекарства, чтобы жить долго. Их еще раз. Их еще два. Их еще раз. Ты? 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...